Привет, друзья мои! Мы сегодня идем с вами в Итчинэм. Давненько мы не были в Итчинэм. Заодно посмотрим, что у них есть нового, интересного на лето. Я не обещаю, что я что-то примерю. Посмотрим, что там есть. Надеюсь, что найдем что-то. Все-таки, наверное, я кое-что примерю, потому что я вижу, есть очень ничего такие симпатичные вещи. 50 долларов. Видите, как у нас цены иногда показывают? Вот американские, канадские, мексиканские деньги. И вот это я даже не знаю, какие. 109 долларов. Не евро вроде. Не знаю, странно. Но не будем углубляться. Интересно, много зеленого. Какие штанцы! И к ним, между прочим, есть пиджак. Или, смотрите, все вот с этими, все с такой кучей ценников. Так, немножко здесь есть вискоза 64%. И к нему, вы знаете, к этому, к этим штанам, есть вот такая вот... Типа кофта, пиджак, кофта, в общем, ну, пижама-пижама, совершенно пижама. Конечно, этот пижамный стиль уже давно в моде, и все про него знают. И я как-то... Нет, не знаю, мне это не очень. Симпатичная очень юбка. За 54, за 55 долларов. Кстати, вот вам и разница между нашими ценами и американскими. Вот в Америке он стоит 49, 50 американских, а у нас он стоит 55. Ну, вот примерно вот такая вот у нас разница. И к ней вот такая вот кофточка. Такая, знаете, на одно плечо. Коротенькая совершенно. Испанский вариант. Вот так у фламенко танцевать хорошо. Желтые рубахи. Вот это тоже симпатичная рубаха. Интересная такая ткань, сжатая. Плестер. 35 долларов. Канадских, 30 американских. Ну, видите, вот теперь вы будете знать... Вы будете знать цены и в американских долларах, не только в канадских. Коротенький свитер. Желтенькая пальтишка. Такое тоже ничего себе. 85 долларов она стоит. 50 процентов тоже, конечно. Плестер. Ну, такое. Так, идемте дальше смотреть. Мне вообще нравится. Много интересных вещей. Много красивых, я бы сказала. Смотрите, какое платье интересное. Вот такое оно длинное. 25 долларов всего лишь стоит. Надо будет посмотреть его состав. Это что-то другое. Это вот они же, побольше размер. 25 долларов. Это неплохая цена. Для такой, знаете, неплохая расцветка. Вот такие блузочки. Плащи под замшу. Я их не люблю. Ну, если уже, я считаю, брать, так уже замшевый. А вот это вот не очень мне нравится. Одно время это было очень модно. Прямо все их носили везде и всюду. Ну, как-то сейчас это как-то выглядит, знаете, дешево и не очень. Ну, с моей точки зрения. Может, кому-то нравится. Они есть в трех цветах. Вот такой коричневый, самый красивый. Есть просто плащики. Черное платье. Ну, на лето черное как-то. Вот такой вот жакет. Тоже черного цвета. И много розового. Розовые брюки, костюм. И можно к ним купить вот такой вот жакетик. За 40 долларов всего лишь. Недорого. Это наших канадских долларов. Если не указано, какие доллары, то это канадские. Вот такой вот. Очень даже ничего. Яркий, красивый. Самый трендовый цвет. Еще какое-то пальто. Так, так, так. Свитера. Ну, свитера как-то уже сейчас, мне кажется, не в тему снимать. Много свитеров еще у них. Много таких бежевых расцветок. Знаете, базовых. Вот эти самые. Под зверей. Под разных. Вот, кстати, симпатичный свитер. Пофта. Жакет. Кардиган. Сейчас я его одену. Хорошо. Значит так. Он стоит 40 долларов наших. И вот такой вот в полосочку. Белый с бежевым. Кардиган. Очень ничего. Мне кажется, что вполне. Вполне симпатичный. Здесь всякие бежевые брюки интересные. Такие с пуговичками. Большой размер. Они такие, знаете, как... Как будто бы из ластика такого. Как будто спортивные штаны. Хорошо тянутся, наверное. На большую попу можно натянуть. Платьица розовенькие. Давайте посмотрим. Нет. Дешевая брюки. А вот такие рубахи есть. Черные, есть розовые. Вот как желтые, что я вам показываю. Здесь что-то интересное. Это вязаное. А, это платье. Они просто так вот... Если честно, вот так убивает бардак в наших магазинах. Вечно что-то валяются. Какие-то вешалки. Я вечно у них тут ворку делаю, прежде чем начать снимать. Короче, оно сверху. Вверх у него, видите, вот такой вот на шлейках. Оно просто так висит на двух вешалках. И оно такое длинное. Вот такая вот юбка. Вязаная, красивая. Красивая вязка. Ну вот сейчас очень в моде. Снова и снова и опять. 40 долларов. Сейчас очень в моде. Вот такие вот вязаные вещи. Здесь еще есть такого типа блузочка. Она очень коротенькая. За 29. Что-нибудь для взрослых там. Чтобы животик прикрыть, ничего не найдется. Интересное платье. Так, у нас там какое-то представление происходит. Видите, там что-то натянули. Какой-то экран. И там для детей какое-то представление. Потому что у нас сейчас каникулы на самом деле. Дети не ходят в школу. Так, 38 долларов. Красивый цвет. Это очень интересное платье такое, знаете, с запахом. И к нему же есть потрясающий. Оранжевый. Ой, там так громко. Я не знаю, если меня слышно. А-а-а! В магазине музыки нет. Вот теперь меня сейчас заглушают. Заглушают эти вот крики и вопли. Вот я пришла неудачно. 50 долларов. Симпатичный очень жакет. Я буду кричать громко. И постараюсь уйти от входа в магазин. Чтобы меня не заглушали эти. Масловики-затейники. Так, ну что же у нас летнее? Что же у нас летнее? Больше даже вещей на весну. Ну вот я вижу очень красивые расцветки. Синие вещи. Посмотрите, какое красивое пальто. Великолепное. 105 долларов она стоит. И это размер медиум. На вид такое маленькое. Давайте я его сейчас повешу так, чтобы его было видно. И я смогу отойти и его снять вам полностью. Посмотрите, какой необыкновенно красивый синий цвет. И какое оно... Как оно красиво выглядит. Вот такая буклированная ткань. Очень симпатичная пальто. Очень. И здесь много вот разных синих вещей. Платье такие широкие, свободные. 45 долларов оно стоит. По-моему, синтетика. Почему так дорого, я не знаю. Но красивая расцветка. Интересный фасон. И вот такие вот сарафанчики. Тоже симпатичные. Очень красивая такая прямо... Знаете, расцветка как кжель. Дольче Габбана сделала, по-моему, что-то похожее. Когда-то такой расцветки. И теперь они все магазины несколько лет уже производят вот такого типа одежду. Значит, здесь написано, что в нем есть лен в этом платье. И стоит оно 38 долларов. Недорого. Вот видите, здесь подкладка. Очень симпатичный сарафанчик. Очень мне нравится. Прямо расцветочка такая супер-пупер. Отлично. Тоже синяя. Снова коротенькая вязаная кофточка. Ну, в общем, для девушек, молодых и юных. О, вот симпатичная блуза. 30 долларов она стоит. Очень красивый вырез. Но с ней нужно осторожно, потому что она может плохо лечь. Нужно подобрать размер, чтобы вот это все очень красиво, хорошо легло на груди. Иначе это будет не очень красиво. И они предлагают к ней вот такую коротенькую юбочку бело-черную. Ну, можно же не обязательно, да? Так. Вот тоже платье с запахом. Бело-черная полоска. 45 долларов. Состав. Искоза. И подкладка полиэстер. Может мне взять померить. Красиво. Мне нравится, но я подумаю, что я возьму померить. Эй, громко кричащие детки. Безусловно, что-то возьму померить. Вот интересная такая юбка с запахом. Я бы сказала, пляжная. Видите, она вся с пальмами. Интересная в полоску рубаха. Я думаю, что это... 40 долларов канадских. Я думаю, что это лен, да. Она сделана из лена. Вот такая вот очень-очень приятная... Приятная рубашка. Интересно много всякого синего-голубого. Ой, не одно, так другое. Не музыка, так арущие дети. Боже ты мой, что ж такое у меня? Что ж у меня? Вы знаете, девочки, это просто уже, по-моему, фишка моего канала. Везде, где я не прихожу снимать, начинаются какие-то крики, вопли и какой-то совершеннейший абсолютный беспредел. В смысле, с шумом. Так, что у нас еще есть здесь розовенькое интересное? Ну, я так вот хожу, снимаю, особо не останавливаясь. На чем-то я не уверена, что что-то я, наверное, пропущу. Очень может быть. Интересное тоже платье. 40 долларов. Видите, вот такое. Оно не длинное, с запахом. Короткая, красивая расцветка. Вот такая вот ткань сжатая. Очень-очень мило. Что у нас еще есть интересного? Пиджаки, жакеты. В общем, много, знаете, черно-белого здесь, как ни странно. Вообще сейчас, по-моему, в тренде розовый цвет. Ой, девочки, ну все. Это еще из новогодних коллекций, рождественских. Они до сих пор его продают. И до сих пор, вы знаете, он не на распродаже, это платье. Хотя, 80-75 долларов. Хотя должно было бы быть уже, так сказать, пайетки. Хотя люди носят пайетки круглый год. Но я вам скажу, что, конечно, это больше актуально, актуальное дело к зимой, к праздникам. А сейчас как бы уже не очень. Платье красивое. Знаете, здесь такая вешалка как бы вещей, которые в единственном экземпляре в магазине, потому что их заказали онлайн, а потом сдали. И вот они, значит, их вот так вот вывешивают отдельной такой вешалкой. Но нет ни цены, ничего. Экстра-экстра-лач размер. Хотя оно такое на вид совсем не производит впечатление такого уж и огромного платья. Пойдемте посмотрим еще. Посмотрите, я пропустила, какое интересное красивое белое платье. Я думаю, что оно из хлопка. Красивая такая на рукавах вышивка. И на подоле. Сзади, по-моему, у него спина открытая. Ну да, оно не сильно открытое. Сколько оно стоит, интересно. Мне кажется, что оно сделано из хлопка. Так. 80 долларов. Видимо, оно из хлопка. И вообще, вот эта вся вышивка делает его дорогим. Но платье красивое. Белое, красивое платье. В этом углу магазина мне пришлось убрать звук и наложить озвучку, потому что здесь очень громко играет музыка. Я знаю, что YouTube не пропустит это видео. Поэтому вот рассказываю то, что вижу. Я забрела в отдел бижутерии. И аксессуаров в этом магазине. Он довольно маленький. Выбор небольшой совсем. Вообще, я хочу сказать, что в последнее время в H&M бижутерия, украшения и пояса стали вообще какие-то совершенно никакие. Когда-то я покупала и украшения, и пояса были разнообразные, интересные, необычные. За, в общем, не очень большие деньги. Было из чего выбрать. А сейчас же как-то все стало очень такое обычное, банальное. Никакой глаз не цепляется ни за что. И не только в магазине, на веб-сайте тоже. У меня такое ощущение, что они как-то вообще перестали производить бижутерию практически. Вообще, какой-то период времени ее вообще не было в этом магазине. Просто стоял один маленький стенд, и там все ли какие-то малюсенькие сережки, колечки такие. Ну, я не знаю, может, это только у нас в Канаде. Не знаю, как в других странах. Но вот у нас вот так. Обувь здесь тоже совсем небольшой отдел. Вот нашла интересные такие под Шанель босоножки. Цены что-то нету, и не поняла я цену. Там были такие симпатичные, я разглядывала босоножки шелковые, атласные, с такой цепочкой красивой. Вообще, беспорядок в магазине. Если честно, я вечно злюсь, потому что, честно говоря, ну вот видите, я что-то рассматриваю, пытаюсь что-то вам показать. Все навалено какой-то кучей. Я как бы стараюсь как-то это все разгрести. И вот я же сказала, что я вообще у них часто навожу порядок, прежде чем начинаю снимать. Ну, знаете, как у нас в магазинах обычно работают в таких магазинах, в дешевых масс-маркетах. И в атлетах работают молодежь, в основном студенты. И поэтому им особенно как бы, в общем-то говоря, пофиг. Они не следят за чистотой в магазине, особенно не следят. Они что-то, конечно, делают, но без особого, так сказать, рвения. И поэтому в магазине часто, вот в таких магазинах часто нету порядка, потому что, как правило, менеджер магазина, он находится там в офисе, сидит и особенно тоже не смотрит, что там делается в магазине. Ну, а вот эти ребята, молодые продавцы, они как бы, знаете, им особо не до магазина, они заняты своими какими-то делами. Вот. Поэтому, как правило, в таких магазинах не очень большой порядок. И плюс еще зависит, конечно, от локейшн, то есть от того, где находится магазин. Я вот сейчас у себя в городе, в маленьком городе, маленький пригород и магазинчик совсем маленький, местный наш локальный мол. А если это, конечно, какой-то флагшип или какой-то такой магазин большой в каком-то большом моле в центре Торонто, там, конечно, скорее всего, за порядком следят немножко получше. Хотя там и народу больше, и устраивают беспорядок, устраивают еще больше, чем у нас. Ну, пока что я вот это все вам рассказываю. Я надеюсь, что вы смотрите на экран и видите то, что я вам показываю. В общем-то, на сегодня все. Примерки будут в следующем видео. Тоже решила не всовывать все в одно видео, потому что получится очень длинное и не очень-то хорошо. Примерки, кстати, получились очень интересные. Обязательно посмотрите, не пропустите. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай.